Открытая студия Спасибо за вопрос У нас есть уже итоги за 9 месяцев Поскольку мы уже в октябре находимся За 9 месяцев усилием корпорации на территории Московской области Было привлечено более 60 инвесторов С общим объемом инвестиций 50 миллиардов рублей Да, эта цифра достаточно большая Поскольку в начале года мы целились в эту цифру только по итогам года Но как мы видим, уже по итогам 9 месяцев мы эту цифру достигли То есть в конце года будут другие Да, очевидно, что по итогам всего года Эти цифры будут очевидно больше И нас не может не радовать, равно как и всю Московскую область Но, к слову сказать, что в прошлом году эти цифры за весь 2020 год Понятно, год был непростой Но эти цифры были в два раза меньше Поэтому итоги 9 месяцев нас приятно порадовали Какие-то локации, я имею в виду площадки, на которые заходят инвесторы Они сохраняются год от года? То есть это какие-то технопарки или есть новые объекты? Интерес инвесторов прежде всего, конечно, к территориям, которые инфраструктурно готовы А по определению это, как правило, территория индустриальных парков Но некоторые инвесторы, конечно, помимо этого Помимо готовности инфраструктурной для себя рассматривают и муниципальные земли Поэтому сказать так, что у нас только муниципальная, областная земля имеет преимущество Я не могу сказать Есть такой микс Мы к каждому инвестору подбираем площадки именно исходя из его потребностей Для кого-то это важен бюджет, для кого-то важна скорость А скорость достигается только на готовых уже площадках Поэтому здесь вот такой вот микс И корпорация здесь, в общем, выступает неким таким проводником Владимир Михайлович, тогда такой вопрос Когда вы рассматриваете проекты инвестиций и самих инвесторов Есть ли какая-то градация по приоритетам? Например, по количеству рабочих мест, которые в итоге проект даст Московской области Или, например, по объему инвестиций, которые потом пойдут уже в бюджет Вот об этом пару слов Ну, безусловно, вы совершенно правильно сказали Акценты именно на создание рабочих мест Потому что не секрет, что Московская область, как прочим, и другие субъекты Испытывают в этом плане, наверное, какой-то дефицит Вот, поэтому, когда мы рассматриваем инвесторов Для нас, скажу сразу, для нас, в принципе, все инвесторы желанны Поэтому мы на входе никого не отсекаем и всем рады Но, безусловно, когда мы рассматриваем проекты и их приоритетность Для нас важен, конечно, инвестор Который, помимо материальных таких сумм инвестиций Создает высокооплачиваемые рабочие места Для нас это крайне важно Равно, как и для Московской области в целом Поэтому для нас, наверное, три ключевых критерия Это объем налогов, которые в будущем будут генерировать этот проект Количество рабочих мест, их качество этих рабочих мест Ну и третье, это, конечно, объем инвестиций Который будет вложен в этот инвестиционный проект Потому что по объему инвестиций можно, наверное, как-то судить О серьезности намерений инвесторов И о том производстве, которое будет создано Потому что большие инвестиции Как правило, это инвестиции в такое серьезное производство Где будет создаваться дополнительная стоимость А это значит, что будут и высококвалифицированные рабочие места И, соответственно, хорошие налоги для области Ну и есть еще вариант развития больших проектов, да? Да, да Спасибо за комментарий Действительно, большие проекты Они, как правило, не быстро реализовываются Могу сказать из опыта уже Что такие большие проекты с точки зрения объемов инвестиций Они, так скажем, вынашиваются от одного до двух лет А если говорим об иностранных инвесторах То зачастую это и больше двух лет Потому что у иностранцев есть своя специфика подготовки Ну и при этом эти проекты А, они готовятся тщательно и долго Ну и срок реализации у них тоже не быстрый Ну все зависит, конечно, от специфики Если это логистика, это достаточно быстро Если это производство То это, конечно, во времени растягивается С той точки зрения, что инвесторы заходят не с одной очередью Так сказать, они строят сейчас одну очередь Но потом они подразумевают, что они будут производство расширять Ну вот для примера могу сказать Что, как, наверное, один из таких быстрых Относительно быстрых проектов Это проект Мерседес Да Завода Мерседес, да Который был реализован на государственном индустриальном парке Есипова Ну вот проект был реализован всего лишь за полтора года То есть для такого масштаба Это, можно сказать, космическая скорость Зато и выхлоп Да, совершенно верно На сегодняшний день завод загружен Мы это видим Более того, сама площадка индустриального парка развивается В сентябре месяце губернатор в очередной раз открыл Новую инфраструктурную, скажем, фишку в этом парке Да, то есть была открыта развязка, которая соединяет парк с Ленинградским шоссе Поэтому парк развивается и мы этому очень рады Ну об инвестиционной привлекательности области говорится не один год И это абсолютно заслуженно Потому что действительно и власть идет навстречу И появляются площадки с уже готовой инфраструктурой И опять же скорость оформления всех проектов и сопровождение обеспечена Прошлый год вы сказали, что по сравнению с даже результатами 9 месяцев Сумма была инвестиций очень скромная Только ли пандемия тому была причиной И вот как работали с инвесторами в этот непростой период Были ли освоены какие-то новые механизмы, я имею ввиду дистанционного общения И насколько это было сложно? Ну, с моей точки зрения исключительно пандемия внесла Потому что если мы вспомним, как это все развивалось То есть ситуация была крайне неопределенная Какая-то определенность, наверное, появилась только в середине года Потому что начиная с конца 2019-го и первой половины 2020-го года Да, все шло по нарастающей Да, все шло по нарастающей И в принципе, наверное, не только простые люди Но и бизнес-сообщество не понимало, куда это все выведет После того, как, в общем, наверное, как-то все осмотрелись Поняли, что не так это критически страшно Бизнес начал оживать Поэтому, отвечая на ваш вопрос Да, это исключительно пандемия Других факторов, с моей точки зрения, их не было С точки зрения того, как мы изменили формат общения с инвесторами Ну, как и все, да, как все в мире Мы ушли в дистанс Вот, все сотрудники наши были на удаленной работе Ну, как мы видим сейчас уже Если посмотреть назад, наверное, это дало определенный импульс И в нашем развитии, и в понимании того, как можно выстраивать работу по-другому Вот, поэтому дистанционная работа, она не только у нас Она в мире, как-то, наверное, к ней уже несколько другое отношение Да, это не какая-то вот чрезвычайшая А это уже в некоторых бизнесах становится неким стандартом Ну, это данность уже Да, это уже данность, да И многие бизнесы уже, там, хоть часть сотрудников, в принципе, не планируют переводить уже в такой очный формат работы Ну, мое мнение, вот, наша работа с инвесторами, наверное, она включает, как и очную встречу, это обязательно Потому что, когда мы обсуждаем многомиллиардные проекты, ну, слабо себе представляю, что вот тактильность и физический контакт, он, конечно, необходим Потому что мы, там, должны посмотреть друг другу в глаза перед тем, как какие-то сделки большие заключать Это, как бы, ну, это маст, без этого никак Вот, тем не менее, мы, в то же время, мы понимаем, что мы должны, наверное, облегчить жизнь нашим инвесторам Я имею в виду, что, вот, поиск площадок до того момента, как инвестор в чем-то конкретно заинтересовался Мы, конечно, должны вводить это все в онлайн, тем самым сокращать транзакционные издержки для бизнеса Потому что, как правило, как строилась, как строится бизнес-модель вот в этом бизнесе, да То есть, либо инвестор сам, так сказать, разыскивает, ищет, да, используя там всевозможные ресурсы Либо нанимает каких-то посредников, которые в этом бизнесе, скажем, более продвинутые Вот, но все это приводит к тому, что, а, инвесторы теряют время, теряют деньги Поэтому наша задача, как корпорации, как раз эти издержки уменьшить То бишь, на нашей площадке создать ресурс Мы сейчас над этим очень крепко думаем С тем, чтобы весь тот земельный фонд, который есть на сегодняшний день в Московской области Ну, не весь, максимально Постараться ввести, так сказать, в какой-то понятный информационный ресурс Вот, где инвестор может там спокойно зайти, посмотреть по определенным параметрам Выбрать для себя удобные площадки А потом уже начать консультацию А потом уже, да, уже переходить, так скажем, из онлайна в офлайн И, безусловно, это и нужна встреча и с нами И, безусловно, нужен выезд на площадку, чтобы посмотреть, что ты собираешься вообще покупать Потому что это очень важно Я напомню нашим радиослушателям, что в открытой студии у нас гость Генеральный директор корпорации развития Московской области Владимир Слепенькин Владимир Михайлович, об инвесторах не могу не спросить Потому что взаимоотношения с европейскими странами у нас поменялись 7 лет назад И очевидно и логично, что и в мире инвестиций вектор внимания как российских субъектов и участников бизнеса В том числе и Московской области, так и зарубежных инвесторов тоже переключился Кто сейчас инвестор, который приходит в Московскую область? Сохранились ли, ну, помимо Мерседеса, который мы обсуждали, точки соприкосновения с Европой? Или все-таки мы переключаемся на Ближний Восток, Китай, Юго-Восточная Азия? Ну, наверное, я отвечу так Несмотря на все перипетии, которые, так сказать, случаются на, так сказать, пути России Все-таки бизнес есть бизнес, и бизнес это понимает Я могу сказать, ну, наверное, здесь уместно сказать такую общую федеральную статистику, которая есть в нашей индустрии Так вот, в 2020 году, если говорить о тех накопленных инвестициях, которые были сделаны инвесторами Вот в индустриальных парках, особых экономических зонах На долю иностранных инвесторов, по количеству инвесторов приходится всего лишь 10% Но по доле инвестиций, которые они вкладывают, это 55% То есть более половины инвестиций, все же это инвестиции с участием иностранного капитала Это хорошо на самом деле Эта статистика говорит о том, что все-таки иностранный инвестор, он не такой массовый Но тот объем инвестиций, который приходит вместе с этим инвестором, это, конечно, достаточно существенно И я думаю, что этот объем инвестиций говорит о том, что люди взвешивают свой ход Безусловно, безусловно Это, как я уже говорил, иностранцы, вообще им присуща, конечно, тщательная проработка как самого проекта, так и всех рисков Но это и понятно, поскольку мы живем в этой стране, нам все плюс-минус понятно Представьте, иностранцы, даже, так сказать, та же Германия То есть люди никогда здесь, условно, ничего не строили Поэтому для них это, как бы, ну, такая новая история, в которой нужно разобраться Несмотря на то, что у них, как правило, здесь есть местный российский менеджмент Но, тем не менее, все решения принимаются там Поэтому управленцы, конечно, очень тщательно разбираются Принимают те или иные инвестиционные решения И это, на самом деле, правильно Поскольку, как вот, пример с Мерседесом Как только люди принимают решения Проект реализовывается очень, очень быстро И без каких-то, вот, таких задержек Ну, то есть нет какого-то поэтапного решения задачи Да, 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 совершенно верно Проходит весь технологический и прочий дью-дил И после этого уже, в общем, понятно, что Европа такая зрелая экономика И с вопросов с локализацией финансовых средств У них, как правило, нет вопросов Поэтому, как только решение принято Начинается, в общем, реализация проекта Которая проходит достаточно быстро А с другой стороны, как к нам смотрят? Ближний Восток, Азия? Ну, я, наверное, так скажу, что основные, основные, наверное, инвесторы Которые реализовывают свои проекты на территории Московской области Ну, там, это, в принципе, практически на 100% коррелирует с тем Что есть в целом по Российской Федерации Конечно, это Германия, это Франция, это Япония и Италия Вот, поэтому это, наверное, топ-4 стран Которые на территории Московской области Имеют наибольше накопленные объемы инвестиций И это понятно, ну, потому что немцы Это автомобильная промышленность Это все, что связано с сложными какими-то инженерными решениями Франция, Япония, это медицина Италия, пищевая промышленность В общем, ну, учитывая, что все-таки Москва и Подмосковье Это крупнейшая агломерация не только в России, но и вообще в Европе Понятно, что интерес к нам, он очень большой со стороны иностранцев Еще раз повторю, какая бы ни была там политика, но бизнес есть бизнес Ну да, мы, по сути, готовый рынок, огромный рынок сбыта Да, где проживают больше 20 миллионов человек Это не считая тут маятниковой миграции, которая есть Это очень перспективный, очень большой рынок И, безусловно, никто, наверное, в бизнесе не хочет остаться в стороне И все хотят быть на этом рынке первыми Владимир Михайлович, есть ли какие-то проекты, которые сейчас можно назвать флагманскими Для Московской области, которые находятся в процессе реализации Может быть, в финальной стадии, потому что о реализованных мы уже поговорили частично Ну, безусловно, они есть Если говорить о иностранных инвестициях На экономическом форуме Санкт-Петербурге Губернатор подписал соглашение с рисккомпанией CEMEX Это группа Лассербергер, которая является одним из лидеров производства строительных смесей и керамической плитки Проект был локализован с нашим участием Он будет реализован в Луховице Это проект с объемом инвестиций чуть больше 9 миллиардов Достаточно большой проект, очень большой Если говорить о российских проектах Это компания «Хорош история», которая будет реализовывать логистический комплекс Связанный с обслуживанием сельхозпроизводителей Там тоже достаточно большой объем инвестиций Ну, это вот пару примеров таких серьезных проектов Которые мы в этом году с нашим участием реализовали в Московской области Ну и у нас в проработке еще достаточно много таких знаковых проектов Понятно, в силу того, что мы пока еще их не реализовали Наверное, я называть не буду Но один из проектов, который идет с 2019 года Это проект локализации производства GCB Это производитель строительной техники Ну, это не секрет С ними давно ведутся переговоры Это как раз вот тот пример, когда инвестор очень долго запрягает Да, да, долго запрягает Но исходя из того тайминга, который есть После того, как все-таки мы надеемся, он запряжет Поедет он достаточно быстро Поэтому мы очень надеемся, что в следующем году проект уже войдет в такую финальную стадию Уже будут материализовываться те производства, которые планируются локализовать на территории Московской области Потенциал индустриальных парков в Московской области Есть ли необходимость в появлении новой локации Или хватает и площадей в том числе, и мощности у тех парков, что есть Для того, чтобы они прирастали территории и развивались? Ну, я, наверное, отвечу так Как говорят, денег много не бывает Такие индустриальных парков, как мне кажется, тоже Потому что, если говорить о том Ну, Московская область является лидером Как по количеству, так и по площади индустриальных парков и особых экономических зон У нас там больше 60 индустриальных парков Четыре экономические, особо экономические зоны Больше по количеству нет ни у одного субъекта По площади то же самое Но если мы посмотрим на ту статистику, которая есть Эти индустриальные парки заполнены на практически 70% Это говорит о том, что возможности для дальнейшего развития, они ограничены И отвечая на ваш вопрос, а надо ли, безусловно, нужно Нужно, и мы это делаем Поэтому у нас есть собственный индустриальный парк Есипова Я имею в виду государственный парк Вот, который мы практически уже полностью заполнили Поэтому мы двигаемся сейчас дальше Рассматриваем несколько локаций для создания аналогичных проектов Один из возможных вариантов – это проект в Жуковском Над которым мы сейчас очень сильно думаем Поэтому, да, земля есть Интерес староинвесторов достаточно большой Поэтому в индустриальном парке они должны быть Другой вопрос – какая специализация у этих парков Но то, что мы имеем на сегодняшний день заполняемое 70% Это говорит о том, что мы должны развиваться дальше Ну да, востребованность у тех объектов, которые есть уже высокая И, собственно, Министерство инвестиций и промышленности Московской области Четко понимает И в этом плане мы с ними на одной волне Оттолкнусь от названия корпорации Это корпорация развития Московской области И здесь, наверное, невозможно не смотреть, ну, может быть, хотя бы на шаг вперед Какие тенденции сейчас только, может быть, зарождаются И станут пиковыми и знаковыми для инвесторов Что это? Это космос? Или, может быть, это IT-технологии, которые, скажем так, в последнее время растут? Да, ну, вот прошлый год, он, наверное, был такой показательный с точки зрения нас, как потребителя Мы гораздо больше стали пользоваться то, что называется сейчас e-commerce То есть это доставки, такси и прочие вот эти истории удаленного потребления Ну, и потребления, так сказать, получения услуг, продуктов И, собственно, это вызвало такой бурный рост в этой индустрии Прежде всего, бурный рост именно логистической инфраструктуры И, несмотря на то, что Москва и Московская область в этом году стали крупнейшими, по-моему, в Европе В Европе по вводу площадей, складов и все, что связано с логистикой Но это, с одной стороны, говорит о том, что мы, наверное, на каком-то пике С другой стороны, видя то, как развивается эта индустрия, мы понимаем, что потенциал у этого рынка есть Это отвечая на ваш вопрос, что будет? Конечно, это будет логистика Второе, тоже связано с e-commerce Это тот объем информации, который сейчас накапливается в этой индустрии Он требует соответствующей инфраструктуры по ее хранению и обработке Мы сейчас видим, что интерес со стороны крупных игроков заключается в том, что Московская область является одной из приоритетных площадок Где создаются большие центры обработки данных Ну и традиционная индустрия, пищевая, фармацевтическая То, что всегда с нами Да, то, что всегда с нами, пандемия, она как раз дала этой индустрии такой мощный толчок к развитию То есть в Московской области всегда была эта индустрия достаточно развита Но вот то, что происходит сейчас, и мы понимаем, что, наверное, на каком-то жизненном этапе это останется с нами Вот все, что связано с фармацевтикой, оно сейчас, так сказать, получило второе дыхание И в том числе и в Московской области, и в нашем индустриальном парке Весипа Мы планируем реализовать там достаточно крупный проект Вот поэтому я бы, наверное, назвал такие вещи Ну и традиционно это все, что связано с пищевой промышленностью, поскольку, как я уже сказал, агломерация достаточно большая Ну и строительная, строительная индустрия, это все, что связано с производством и строительных материалов Поскольку объем вода жилищного строительства достаточно высокий И нет сомнений в том, что эта динамика, может быть, будет не такая быстрорастущая Но объем вода жилья, он будет, в общем, достаточно большой Относительно большой предыдущих лет Поэтому эту индустрию нужно все подпитывать соответствующими продуктами Тогда последний вопрос, Владимир Михайлович Насколько прост механизм взаимодействия с корпорацией у потенциальных инвесторов и людей, которые интересуются этим сегментом? Ну, точка входа у нас есть телефоны, есть сайт, над которым мы тоже сейчас очень сильно думаем И, очевидно, будем его менять для того, чтобы быть ближе и удобнее для инвесторов Но это вот та точка входа, которая есть на сегодняшний день именно со стороны корпорации Но поскольку мы являемся институтом развития Московской области, то мы, безусловно, работаем здесь, сообщаясь со всеми ведомственными, со всеми городскими округами То есть точка входа на самом деле в Московской области ее достаточно много Нужно просто, работая в таком тесном контакте и в такой кооперации Все обращения наших инвесторов, их не потерять, это самое главное То, из чего я за то время работы, которое у меня есть, я понимаю, что именно не потерять инвестора Потому что очень много вопросов возникает, когда инвестор приходит, он хочет, он выбрал Ну и там возникает масса всяких вопросов, которые, ну, традиционно они есть и будут И важно вот здесь вот не заволокитить, не бросить инвестора, не разочароваться, чтобы ни мы, ни он в нас не разочаровались Но, так сказать, довести это до логического конца Это важно, потому что точек входа инвесторов их достаточно много Поэтому важно, так сказать, не как инвестор зашел, а что с ним произошло, когда он зашел Насколько оперативно все произошло дальше Генеральный директор корпорации развития Московской области Владимир Слепенькин был у нас в гостях Леонид Михайлович, вам спасибо за интересную беседу Открытая студия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова